добрый день друзья если о чем-то мечтаешь ни в чем себе не отказывай мечты имеют свойство сбываться эту фразу я прочитал у петербургской актрисы ольги михайловой за плечами которой 28 фильмов пяти из которых она снималась в главной роли здравствуйте ольга здравствуйте алексей да это я знаю вашем плотном графике поэтому большое спасибо за то что вы выбрали время для того чтобы дать интервью спасибо что пригласили на самом деле такое чувство ностальгии сейчас потому что я вам сейчас перед эфиром рассказывал буквально каких-то 10 лет назад у меня была программа подобное нечто подобное я тоже приглашала творческих людей в студию и мы с ними общались и это было совсем на заре моей карьеры мне хочется так думаю что это было в общем то и очень приятное чувство сейчас вы закончили легендарную щуку театральный институт щукина и воен мех на мой взгляд это просто какая-то гремучая смесь скажите в чем отличие между ольгой инженером программистом и ольгой актрисы да это один тоже человек на самом деле я ведь не надеваю никакие маски в обычной жизни и я все та же ольга просто какой-то спектр знаний другой есть вот в этой стезе у тебя есть знание в этой стезе и знания а так ты один человек просто ты развиваешь свои разные стороны честно говоря даже не ожидал такого ответа я думал что я там играю а там я такая я не знал что вы ответите а вот во внутреннем аспекте произошли какие-то изменения или нет конечно потому что в мехи и я была там подросток тире лет 20 щука уже более взрослый период я считаю что и камни вообще мозг в его в таком хорошем понимании пришел лет 25 вот и соответственно после того как ты оканчиваешь один институт ты еще можете позволить какие-то подростковые там истории после щуки уже совершенно другая история просто ты растешь ты развиваешься происходит восстановление конечно ты априори разный студенческая жизнь в гуманитарном вузе и в техническом разная одинаковая разная дело в том что даже не дело не вузах то что один гуманитарный другой технический а дело в том что вы мехи у меня была такая пациентическая компания потому что у нас было там две три девочки в группе там зависимости от разного периода а в щуке у нас соответственно была такая хорошая бабская компания соответственно все конфликты которые происходили тогда все происходили именно из-за этого из-за того что идет вот это вот женские чисто женские штуки которых в военмехе не было бы никогда вы снимаете сериалах телефильмах кино разные жанры какие роли вам даются легче драматические или комедийные я могу сказать что мне легче там где у меня складываются отношения на площадке с режиссером с моими партнерами вот там где вот как-то все складывается все пазлы и там ты понимаешь что ты ты играешь ты в удовольствие меня сейчас легче там где сложен состав у меня есть вопрос от девочки из воронежа реальный вопрос правда она мне знает я начал обзванивать своих знакомых и говорит ребята вот у меня будет интервью с актрисой мне хочется узнать чтобы вы хотели узнать у нее вот и эта девочка спрашивает как плачет актер это вот второй по популярности вопрос спрашивает еще про постельной сцены людей очень сильно интересует как вообще как же этого актеру все происходит на самом деле я могу немножко про это сказать что постельная сцена съемки постельной сцены это самое а сексуальность что может быть в жизни вот честно вам скажу вот это про пера прав про ваш вопрос вообще есть такие рецепторы на которые ты нажимаешь и у тебя это все работает и очень сильно помогает когда ты накладываешь свои какие-то воспоминания свой жизненный опыт на конкретную сцену и ты вспоминаешь как у тебя что шло зачем и что 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 как было и это очень помогает настроиться ну и в общем таким образом получается вообще я легко плачу на камеру но иногда помогает глицериновые слезки из этого иногда и говорю что капайте сегодня не мой день когда вы капаете глицериновые слезки что просто текут слезы краснеют глаза или что происходит но они по-разному есть разные капли есть которые просто текут а есть которые раздражают века внутренние и тому же ты хочешь не хочешь и реванюши трудно ли вжиться в роль если ты играешь какую-то серьезную драматическую роль то конечно сложно но я снимаю сейчас таком кино мелодраматичном что героини достаточно достаточно приземленные то есть там нету чего-то сверхъестественного это обычные девушки которые ходят по улицам города и лично мне достаточно улетать много за людьми для того чтобы понимать как можно сыграть того или иного персонажа вот и все если бы это была роль какая-то в театре серьезная роль там спектакле гамлет или у островского то тут конечно персонажи из другого времени и там совершенно другого уровня работа более вдумчиво там нужно копаться больше но это совершенно другая специфика театр и кино но это как врач терапевт и стоматолог мне кажется что кстати нужно на театральных актеров и на кино актеров учить по-разному вот если у вас наблюдение откладывает ли отпечаток на характер человека на его вот переживание себя как личности роль вот если мы не берем сейчас вот я понял что да если рассматривать роль обычного человека то скорее всего она где-то близко к нему да а вот вот такие более драматичные что ли харизматичные роли нет конечно это профессионализм не нужно если ты готовишь роль в спектакле например по достоевскому ходить время угнетенным профессионализм заключается в том что ты можешь щелкнуть и войти в роль вот в этом заключается вся работа то есть получается что и соответственно выход из роли такой же легкий но из болезня костюм твоя роль это костюм который ты на себя примеряешь ты примерил свой костюм ты в нем побыл там три часа в зависимости от того там если ты в театре сыграл спектакль или 12 часов ты на площадке отрабатываешь ты этот костюм снял все пошел домой съемочный день идет 12 часов 12 часовой съемочный день да то есть когда мне съемочный период если у тебя главная роль то у тебя график 6 через 1 и как правило там за мной уже водитель заезжает там 77 15-20 я к 8 часам приезжаю на площадку в 9 часов кадр и до 9 часов я играю бывает потом еще переработки а потом еще выходной день и выходной день я забиваю тоже чем-нибудь обязательно ночью такой процесс нескончаем и в этом счастье в работе постоянную работе счастье в работе для меня ведь наверное вот под словом работа есть что-то иное что за ним прячется что за ним скрывается но работа это как вот внешний фасад но мы называем быть самореализация реализация просто то для чего ты вообще пришел покоптить этот воздух на самом деле вот просто ты находишь свою стезю и ты занимаешься этим и это счастье если ты нашел то стезю и ты идешь по своей дороге к своей цели и тогда на самом деле тебе проще там переносить усталость или съемки на морозе или еще что-то в этом духе а были ли у вас роли которые вы считали для себя нехарактерными ну я не знаю там маньяков каких-нибудь там убийцы и так далее которым вы относитесь вот априори к примеру до негативно приходилось ли играть такие вы отказывались нет маньячик не еще не предлагали нет на самом деле у меня просто такие внешние данные что мне обычно предлагают играть всяких девочек одуванчиков таких вот там пострадала она пришла ушла и так далее но таких прямо характерных острых характерных персонажей у меня пока еще не было но я работаю над этим у вас в резюме где-то там на то в резюме было написано о том что просто красивый роль просто красивые девушки когда у тебя есть определенные внешние данные конечно ты должен смириться с тем что как правило тебя видит именно в той ипостаси который ты приходишь на пробы и редко когда кто-то думает что вот я можно вот так вот покрутить повертеть вот сяку там можно и шрамик добавить там еще что-то как правило все ну идут от простого как как проще сделать я я думал я думал что наверное у людей творческих бывают какие-то конфликты со своими героями или это все из области фантастики то есть вы что-то не понимать не понимаете бывает я не понимаю как моя героиня может после предательства взять и простить предательство вернуться к человеку это наверное откладывает какой-то отпечаток на вот ваш на вашу работу роль потому что внутри не согласен то есть хорошо играть герои до который шашкой на коне за россию матушку и так далее а здесь есть вот этот диссонанс и как вы его переживаете но я нахожу с ней точки соприкосновения понимаю что она это делать наверное потому что очень любит потому что она ну вот в чем-то вот такая в чем-то ну я с ней договариваюсь потому что мне нужно ее показать зрителю я не могу с ней конфликтовать когда мне высылают сценарий перед пробами я читаю я смотрю я думаю и думаю о том что вот это я смогу принять вот это я не смогу просто у меня бывали уже такие случаи когда я на этапе проб я отказывалась от участия во всем этом потому что я понимал что но вот это я играть не смогу и не хочу это играть а по каким критериям выбираете роль ну по критериям ну чтобы персонаж был какой-то цельный какой-то интересный для меня потому что если мне присылать сценарий я вижу что там такая девочка которая всю жизнь берегла себя и хранила и тут она увидела какого-то ободранцы прямо с ним первый же день и потом у нее из-за этого огромное количество проблем и я не понимаю зачем вообще изначально прописывал сценарист все предыдущие если вот такое произошло вот так я понимаю что это сделано для того чтобы зрителю было интересно чтобы он потом подумал а вот какой он нехороший но все равно у персонажа какая-то логика должна быть поэтому выбираю я героинь все-таки с логикой чтобы она как-то намечалась как-то хоть женская если какая-то логика которая прослеживается в ваших ролях или это роли разноплановой то есть грубо говоря тут жертва здесь агрессор здесь богатые здесь бедным нет я просто выбираю сердцем и если меня утверждает на эту роль то я счастлива заниматься этой героиней но вопрос был в том плане что когда я смотрел вот вашу фильмографию да я увидел что бегло так пробежал в одном месте вы зовете какого-то водителя на работу водителя знакомьтесь это ваш новый водитель алексей в другом случае вы устраиваетесь не они для ребенка у меня для тебя есть такая новость захару хочет предложить тебе работать у него теме но это было очень интересно на самом деле для меня потому что сразу после лухари девочки я вот такой вот на нянечку для меня это было очень интересно потому что я подумал что вот это я уже сыграла теперь я хочу такой сыграть просто для меня сейчас но хочется набрать палитру такой для меня вот это важно то есть это у меня есть вот такой у меня есть когда я играла историю про богатую девушку мне режиссер давал как сказать такое задание понаблюдать за английской королевы например близкой королевы как она себя ведет изначально такой вот было задание а потом зрители пишут что вот там такое то происходит с ее мужем она вот так вот высокомерно это реагирует ребят у меня была задача конкретная с которой я старалась справиться это роль полицейского там лейтенант кажется полиции да просто эти на палите на поле свойного отдела вы что ездили в полицию там проходили какую-то стажировку это была потрясающая история эта история из тех что когда ты начинаешь о чем-то думать это приходит в твою жизнь в один прекрасный вечер раздается звонок дверной звонок и приходит участковый говорит что нам нужны понятые вот так то есть это реально реально за что какая-то история нам нужны понятые я хочу я хочу в общем я провела замечательный день и вечер это было очень долго даже не ожидала я смотрел как они работают что и как происходит наблюдал за собственно полицейскими и в общем для меня такая-то была интересная работа очень интересно задачи мы зрители смотрим в телевизор с другой стороны может быть вы могли бы рассказать какие-то интересные факты там за события которые происходят на площадке много чего зритель не знает на самом деле очень многое остается за кадром наверное это и хорошо одновременно может быть это и плохо не знаю это такой риторический вопрос одну сцену которая длится фактически там может быть минуты или полторы мы можем снимать по 7 часов ну как-то так ли это можем снимать зимой такой все-таки не похожий на естественно сейчас уже что-то и стала появляться более ну он не знаю снег на самом деле мне везло больше на другое что зимой снимаем лето вот этого другая история когда твой красный синюшный такой но загримировать хорошенечко тебе дают отпить холодной водички чтобы парни не шел изо рта и вперед как видите как интересно выставляет свет как будто солнышко тебя перед камер мотор начали снимает утепление с тебя ты расслабляешь свои мышцы ты говоришь себе мне не холодно и я люблю свою профессию в одном из ваших интервью вы сказали что хотели бы поработать с павлом лунги ну да люблю страстно вот хотелось бы узнать чем он вам интересен как режиссер ну мне нравится как он видит кино мне нравится как он работать с актерами мне нравится эта история мне очень-то импонирует и к тому же но я люблю его фильмы и просто его фильм один из фильмов один из самых любимых мы вообще в принципе российских поэтому я хочу с ним поработать как попасть на кинотавр что нужно сделать что нужно пройти ну нужно что все пригласили на кинотавр то есть нужно что-то себя представлять для того чтобы организаторам было интересно тебя пригласить я имел ввиду что нужно вот достичь чего нужно достичь для того чтобы тебя пригласили туда нужно быть профессии красная дорожка репортеры вспышки камер каково оказаться вот в гуще этих событий вы знаете для меня красная ковровая дорожка кинотавра была своего рода ступенькой я очень сильного этого хотела я этого добилась потому что в принципе любую цель которую я перед собой ставлю всегда не добиваюсь не на сьем так как и не короче это потрясающий опыт и впечатление вообще ну как сказать много внимания к тебе и ты понимаешь что какая-то определенная вершина тобой она конечно не канны не там какой-то другой фестиваль тем не менее вершина какая-то взята когда я общаюсь с людьми которые добиваются результата которых есть успех в жизни мне всегда хочется у них узнать а в чем секрет успеха вот по вашему мнению в чем секрет успеха секрет успеха в том чтобы понять зачем ты послан на эту землю понять в чем твоя цель в чем твой талант абсолютно каждый человек на земле он талантлив просто очень многие люди они не раскрыли свой талант они даже не подозревают в том что это у них есть это в них сидит что-то то что они могут раскрыть и принести пользу людям другим окружающим и успех заключается в том чтобы абстрагироваться от всей той мишуры которая сейчас навязана обществом абстрагироваться от этого и спросить себя чем бы я занимался если бы люди взяли и отменили валюту например и когда ты понимаешь ответ на этот вопрос ты понимаешь по какому пути нужно идти я не скажу что этот путь легкий этот путь очень тернистый но даже в те моменты когда я думал что все я просто брошу все я плюну на все и ухожу из всего этого потому что моменты бывали очень тяжелые ко мне приходили знаки в виде людей каких-то событий проектов знаки того что я иду по своему пути и ты понимаешь что все на самом деле не просто так ребят серьезно вот в этом успех и своей дорогой наверное первое что я в какое впечатление у меня у вас складывается вы скромный человек я говорю о том что вы скромный человек потому что вы не замечаете того что вы пашить ну куда без этого я вообще в принципе не говорю уже об этом это надо это обязательно об этом никто не говорит ничего просто так не будет то есть вот для человека для кого-то там геройский подвиг прийти на работу и там 8 часов от работы ну что это не по своему пути потому что это навязано потому что он пришел в профессию ну так получилось или ему нужно содержать семью в какой-то момент а он сделал не тот выбор или получил не ту профессию а получать вторую профессию это определенный шаг решиться на это почему выбрал не тот путь почему он выбрал не ту профессию потому что общество откроется то что общество навязывает стереотипы свои навязывает профессии модные люди идут в профессию потому что это престижно потому что там много зарабатывают потому что там потому что близко к дому потому что еще что-то делать неверное решение вы находитесь в том же самом обществе что и они но почему-то одни стремятся к звездам другие прозябают в нищете общество получается не нужно иметь смелость просто на то чтобы пойти своей дорогой изначально я была в модельной профессии модельной истории и в один какой-то прекрасный момент я задумалась над тем где сейчас все эти люди с которым мы когда-то начинали давно или девчонки с которыми в какой-то период мы шли вместе рука об руку ведь мы мечтали об одном и том же где они сейчас очень многие предают свои мечты потому что у кого-то не хватает сил на то чтобы каким-то там перипетиям противостоять у кого-то как-то по-другому судьба складывается но все зависит от того какая сила желанию человека вы не замужем нет завидная невеста а завидная какими качествами должен обладать мужчина чтобы вы обратили на нее внимание завидная невеста со мной как на третьей мировой войне я вам честно скажу а какими качествами это должен быть очень интересный человек образованный и мне должно быть с ним интересно и через месяц через два месяца общения это определенно должен быть человек с широким кругозором и которые любят свою профессию так же как я люблю свою то есть который бы также уважал мои границы в плане профессии я бы уважала бы его границы соответственно то есть человек который бы любил свое дело искренне и который бы занимался каким-то экологичным делом в плане экологичности успеха для меня это важно но и у которого были бы правильные какие-то понятия касательно семейных ценностей но также для меня важно что человек был легкий на подъем вы знаете индустрию моды изнутри вы работали моделью некоторое время назад хотелось бы узнать что вам нравится в современных трендах современной моде современной моде на самом деле мода такая очень стервозная тетка я считаю что у человека должен быть свой стиль мода уже постольку поскольку люблю сотрудничать с нашими дизайнерами например я последнее время очень плотно общаясь с натальей радионенко это наш питерский дизайнер очень талантливая девушка которая может из кусочка шелковой ткани сделать просто что-то невероятное я я поражаюсь и я преклоняюсь перед таким людьми которые которые занимаются своим делом своим делом да именно как вы с ней познакомились у нас была замечательная съемка в карелии с общим знакомым фотографом и мы познакомились через него собственно съемка была в ее платьях и я помню когда приехал к ней на примерку впервые меня поразило насколько это кропотливый труд вот все вот эти вот бусинки вышить все эти вот кружавчики это потрясающе на самом деле так с ней познакомились что привлекает вас в ее линии то что она успевает женственность женственность превыше всего может быть и что-то хотите сказать что что-то хотите сказать что-то донести что-то рассказать я могу говорить пока не сядет зарядное устройство и пока все уже не разойдут друзья наша жизнь она она невероятная честно я говорю это не только потому что только из отпуска приехала и что-то в этом духе я говорю от всей души любите это жизни она вам ответит взаимностью занимайтесь тем к чему лежит ваша душа спасибо вам